Итак, всем привет! Сегодня видео по запросу. Такой очень странный, интересный запрос. Ароматы, естественно, про ароматики. Ароматы для соблазнения. Значит, я сегодня принарядилась. Все думала, что надеть для такого интересного видео. Но, в общем-то, вот так. Значит, ароматы для соблазнения. Первый, который я вам покажу, это однозначно прям номер один. Это испробовано. Это классическая Рената. Вы сейчас все скажете, ну, боже мой, насколько можно эту Ренату показывать? Но это правда. Во-первых, она очень многим схожа с Армани Си. Так что этот аромат про... Он и про ягодность, ну, совсем чуть-чуть. В основном, конечно, это цветы. В базе на мне это запудривается. И это, знаете, я всегда его сравниваю с вином Сангрия. То есть что-то такое очень интересное, очень такое дурманище. В базе на мне запудривается. Такая цветочная пудра появляется. Всегда куча комплиментов. И муж реагирует всегда. Он, знаете... Дело в том, что этот аромат очень стойкий. Наверное, 6 часов 8 он однозначно будет на вас держаться. И вот эту вот огромную просто банью с собой брать не нужно. И так вот, даже когда уже 6 часов проходит, и мы с мужем ходили на свадьбу, нас приглашали, да, я одевала этот аромат. Красное платье шикарное. И этот аромат... Кстати, нужно, наверное, было сегодня красное платье деть. Ну, ладно, уже как-нибудь в следующий раз, да? Вот. И, значит, там 6 часов спустя. Ну, свадьба – это, естественно, веселье и выпивка. И, конечно же, даже после выпивки мы танцевали медленные танцы. И муж у меня спрашивал, ну, что же у тебя за такой аромат? В общем, аромат классный. 100% для соблазнения. Потому что он не дико сладкий. Вот, например, у меня муж не любит сладкие парфюмы. Вот. Ну, либо уже, знаете, когда вы нанесли чуть-чуть, и они уже довольно-таки долго на вас сидят. То есть, они уже просто развеялись. Так вот, этот аромат абсолютно подходит, наверное, всем. Для тех, кто любит сладкие ароматы, и для тех, кто не любит сладкие ароматы. Вот он какой-то такой, вот, знаете, между, да? Есть в нем сладость, но сладость не приторная. Шикарный аромат. Однозначный аромат для соблазнения. Можно даже так сказать. Второй аромат. Это моя любимица сейчас. Это уже, конечно же, это была Рината классическая от компании Фаберлик. Это сетевая компания. В общем, все ясно. Это уже люкс. Это Труссарди, Донна. Ну, как люкс? Ну, люкс все-таки, да. Труссарди это люкс. Это 100% для соблазнения. Я бы соблазнилась. Вот я вам серьезно говорю. Потому что это и цитрус, и свежесть. Но это вот белого цвета, знаете, вот прям мороженка. Пламбир. Очень вкусная, мягкая. Вот это такое сливочное. Потрясающий аромат. Просто потрясающий аромат. Мне он очень, конечно же, нравится. И мне кажется, он достаточно манкий такой. Он не кричащий, он не отталкивающий. Но вот он очень интересный. Хочется его вдыхать и вдыхать. И знаете, вот мне кажется, если отодвигать парфюм, я бы прям тянулась и тянулась. Ну, я уверена, что этим ароматом можно соблазнить кого-нибудь. Поэтому, ну, это даже, наверное, не первое, не второе место. Но вот два главных, наверное, да, такой беленький и красный. Вот это, наверное, такое вот прям первое место им двум отдадим. Дальше что? Дальше я достала свой любимый череш. И я вот недавно говорила, наверное, череш у меня отошел на второй план. Нет, нет. Как только я его вдыхаю, я просто с ума схожу. Он прекрасен. И я бы его одела, если бы мне вот нужно было на какое-то свидание, на какое-то такое, в общем-то, мероприятие, да, однозначно бы одела. Он чувственный. Он немного сладкий. Он чуть-чуть цветочный. Вот он в равных пропорциях, понимаете, и сладости чуть-чуть, и цветочности, и какой-то томности, и как будто перцовость там есть. Немножечко-немножечко. Потрясающий аромат, очень красиво сбалансирован. Все в нем ровно, все в нем хорошо. Череш 30 мл компания Avon. Сто процентно, сто процентов. Но он тоже бы, я его, знаете, на первое место поставила. Ну, в общем, вот эти самые мои любимые ароматы, которые я считаю, они абсолютно точно подходят для соблазнения. Их сейчас можно еще приобрести. Поэтому вот первые там несколько штучек я вам показываю. Те, которые еще можно купить в открытом доступе, в каталогах, в интернет-магазинах. Череш прекрасен. Я считаю, что вот это просто изюминка какая-то Avon. Для меня это, наверное, номер один в компании Avon. Есть много красивых, хороших, но в нем есть все. В нем есть и торжественность, и повседневность, и вот эта томность, и сексуальность, и соблазнение. В нем все есть. Очень красивый аромат. И мне кажется, очень хорошо подойдет на свидание. Даже потому, что вот он вроде и слабкий, но не приторно, понимаете. Вот он тоже стоит между, и он подойдет для всех, кто любит и там сладкий аромат. И если парень не любит сладкий аромат, и то Череш, вот он все равно подойдет, потому что уж приторно сладкий его назвать, ну, никак невозможно. Дальше это Attraction классический. Супер аромат с хорошей стойкостью, 6-8 часов держится. Давайте его обновлю, потому что уже не пахнет он с колпачка. Он про что? Он, опять же, немного сладенький. Он табачный. Ваниль есть, но это, по-моему, бурбонская ваниль, и она где-то далеко-далеко, где-то в пирамидке. То есть, ощущается, ну, так вот, только догадками, есть ли она там или нет. Это мне нравится, потому что ваниль я не люблю. Здесь есть и розовый перчик, и ежевика. Здесь есть ежевика очень интересная. То есть, это вроде бы и какая-то ягодность, но она такая не слишком сладкая, но очень мясистая. Это очень интересный аромат. Кстати, что мне еще здесь нравится, что табачная нотка дает немного даже элегантности какой-то. Вот прям он такой красивый. Вот он и на выход, и в офис, но при этом он очень и очень соблазнительный аромат. Это самый мой любимый аромат из линейки Attraction, да, от Avon. Вот это супер парфюмы. Дальше Альфа. Альфа точно не знаю, снятый или нет, но мне он очень нравится. Я очень люблю малину. Вот это вот все про меня. Здесь опять он немного сладкий, но здесь больше даже свежести. Он сладко-свежий. Что-то в нем, вот как здесь есть табачная нотка, так и здесь какая-то нотка напоминает нам немного про мужской аромат. Вот очень красивый аромат, с диким шлейфом, с очень долго держится, хорошая стойкость. Однозначно для соблазнения. И смотрите, вот как он выглядит. Ну, Альфа, да, понятное, что это все. Вот я главная, я первая, все смотрим на меня, да, то есть все. Всех мы околдовали просто. У меня он вот в полном размере, у меня есть в 30 миллилитрах. Но вот я вам показываю просто именно вот этот шикарный парфюмчик. Мне кажется, что вот он как-то, то его выводят с каталога, то он потом как-то возвращается. Мне кажется, что еще можно его найти. Дальше мы поговорим с вами о снятых ароматах. Но для меня это стопроцентно ароматы для соблазнения. Мелодия от компании Фаберлик. Почему для соблазнения? Потому что это аромат моего первого свидания с мужем. И по прошествию какого-то времени он в красках рассказывал про этот аромат. Как он приехал домой. Три дня спустя ему чудились, значит. Ну, это, наверное, просто называется влюбленность. Я не знаю. Но при этом он это как бы, знаете, относил к парфюму именно. Не ко мне, а к парфюму. Что дня через три я слышал, где-то там витал, значит, аромат в его комнате. И там от какого-то шарфа, это было у нас 14 ноября, переписывались. Но, наверное, 15-го, может, 16-го мы встретились. Вот. И, в общем-то, и от какого-то там шарфика у него там все это дело пахло. По-моему, у него был шарф. Вот. Но дело в том, что как бы мы не обнимались ничего. Откуда у него, в общем-то, был этот аромат, я не знаю. Но, в общем, он рассказывал, что это супераромат. А супераромат почему? Потому что он цветочный, бело-цветочный, магнолия там, по-моему, есть. Здесь есть и клубника, и банан, и груша. И, в общем, чего здесь только нет. Но пахнет он с таким, знаете, цветочным, но и с таким намеком на леденец, на палочки красный петушок. И это было, говорит, так вкусно, что он постоянно думал, ну, либо я просто, у меня где-то в сумочке конфеты, понимаете, лежат. Либо это парфюм. Ну, то есть он, как мне рассказывал потом, что я понимал, что, наверное, это все-таки парфюм. Но ничего подобного он не слышал. Заставил этот аромат думать о себе и вспоминать. То есть аромат для соблазнения, да, он сладкий. Опять же, муж мой, опять же, не любит сладкие ароматы. Но когда нанести там, ну, 3-4 максимум пшика, да, и где-то 2 часа спустя, когда он уже развеялся, когда прекрасная база, тогда, да, он подойдет как аромат для соблазнения. Вот, еще один аромат, снятый, это уже компания Avon, это Together. Это очень сладкие, практически переспелые персики и белые цветы. Этот аромат, когда я покупала, я читала про него на iRecomments или вот на каких-то таких сайтах, в общем-то, я о нем читала. Или отзовик, я читала отзывы. И там один мужчина пишет, что этот аромат был на его будущей жене, значит, когда они были на первом свидании. Вот поищите. Мне кажется, этот отзыв где-то должен еще, если вам интересно, то он должен остаться, я думаю, в интернете. И вот он рассказывал, что он влюбился в этот аромат, ну и, соответственно, в девушку, да, то есть он просто снес голову ему. Поэтому однозначно этот аромат все-таки для соблазнения. Очень красивый, стойкий, шлейфовый, потрясающий. Опять же, сладкий аромат. Но белые цветы немного разбавляют сладость, как и здесь есть белые цветы, да, здесь клубника, что там еще, груша, банан и магнолия. И здесь какая-то белоцветочность, персики. В общем, здесь это все тоже разбавляет белоцветочный аромат, вот эту вот дикую сладость персиков. А здесь сладость просто вкуснючая. Ну и, конечно же, умеренное количество по прошествии там какого-то времени аромат даже в интернете. Я читала, наверное, он у меня уже был, я про него читала, я тогда удивилась. Да, аромат для соблазнения вот, ну, тысячу процентов. Еще снятый аромат от компании Avon это Instinct. Я видела его еще даже на Avito можно найти, он уже давно снят. Для меня это аромат, опять же, суперсексуальный. Вот, наверное, даже, даже более сексуальный, чем Cherish. Очень непонятный, он не сильно сладкий, ну, какой-то вот он, не читала пирамидку, нет смысла, знаете, потому что его уже не найдешь. Ну, какая-то нотка свежести есть, но летом его невозможно носить. Почему мне 30 миллилитров? Потому что его уже сняли, и было только 30 миллилитров, и я купила, и я ужаснулась. Было лето, жара, он прям был, ну, невозможный. А вот, наверное, вот сентябрь, октябрь, это уже все, это красота. Ношу раз в год, здесь сзади такой, видите, принт леопардовый, то есть это действительно такой хищный, соблазнительный аромат. Ну, его еще можно найти, я лично видела на Avito, все мечтаю купить его себе. Ну, в общем-то, в этом году еще, кстати, не носила, нужно как-нибудь его выгулять. Для меня это тоже стопроцентно аромат соблазнения. Легким его не назовешь, сладким тоже. Вот он какой-то и там чуть-чуть, и тут чуть-чуть, но он прям аж... Ну, очень красивый, очень соблазнительный аромат. Я получала комплименты, и, вы знаете, года два назад, когда я уже, я еще не вела YouTube-канал, но я уже занималась парфюмерией, да. Вот, я, значит, выгуливала, по-моему, это был август или сентябрь вечер как-то был, и мы большой компанией отдыхали, шашлыки там, все дела. И мне делали комплимент, что, а ты проходишь, от тебя прям так вкусно, классно пахнет. Ну, в общем-то, я думаю, что для соблазнения он прекрасно подойдет, и если вы встретите его по хорошей цене, берите, не пожалейте. Даже если он вам сначала покажется каким-то таким тяжелым и даже мерзким, ну, подождите, его время, когда жара спадает, и он очень красиво раскрывается. Еще один аромат для соблазнения, как по мне, это Incandescent Flame, то есть это такое пламя, да, огонь. Здесь также есть розовый перчик, цветы, это не про свежесть, это вот такой, знаете, баланс между, о, боже, о, боже, как он красиво пахнет. Мужу моему тоже очень нравится, он так как это снятый аромат, я им, опять же, пользуюсь очень-очень редко. Но он на свидание подойдет, он прям будоражит. Здесь хорошее количество перца, немало, но здесь еще плюс розовый перец, как мне кажется, и, ну, в общем, перец. И плюс здесь цветочная пыльца, и это все так красиво замешано. Он прям будоражит, он превосходный, он потрясающий, он стойкий и шлейфовый, он, как все пудровые ароматы, просто проникает к вам на слизистую. Его слышно, его заметно, он действительно огненный, он красивый, хороший аромат. Его недавно возвращали, но я почему-то не успела его приобрести, очень жалею. Еще один аромат, последний, вам покажу из снятых. Этот аромат вряд ли вы найдете, но он у меня есть в коллекции, запрос был, наверное, вы имели в виду, что есть у меня, какие я считаю ароматы для соблазнения. Это Avon, это Outspoken by Virgin, нет, Outspoken Party by Virgin. Это ягоды, это сладость, это уже сладко, да. Пати, этот аромат представляли как, если пати, то для вечеринок, а когда как не на вечеринках, какое-то соблазнение, в общем-то, и происходит, да. Этот аромат уже сладкий, ягодно-сладкий, с цветочным таким аккордом, но в базе здесь пралине, тягучая сладость. Но я бы не назвала его все равно дико сладким, но очень сладкий, но он очень все равно красивый. Вот, еще один аромат, так, напоследок вам покажу, это Avon Sensuel, это аромат снятый, это про уход, это про крем, это про пудру, и мне кажется, он тоже мог бы неплохо справиться с ароматом для соблазнения. Это аромат чисто вымытого тела, намазанного какими-то кремами, то есть, вот, понимаете, как будто вы только вышли из душа, вы там просто спа-процедуры себе устраивали, скрабировались, там ванну с пеной принимали, потом вы, значит, лосьонами всякими различными намазались. В общем-то, вот так вот пахнет этот аромат. Цветочный, красивый, кремовый, пудровый, очень интересный. Есть мужчины, которые не любят ароматы, в принципе, да, вот, и можно, так скажем, надурить, и чтобы они подумали, что у вас прекрасный запах самого тела, вот такой очень чистоты, ну, цветочность, и такая кремовость, мягкость, немного припудренная, да, то, мне кажется, этот аромат, в принципе, очень неплохо бы подошел, но если вы знаете, что какой-то там мужчина, молодой человек не любит парфюмерию, то, в принципе, можно раздобыть такого рода аромат, я думаю, что он неплохо справится с задачей. В общем, вот такие ароматы у меня были. Огромное спасибо за запрос, за то, что посмотрели это видео, за то, что досмотрели его до конца, я надеюсь, я, как всегда, очень надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, подписку, оставляйте комментарии, все, до новых встреч, пока-пока!